Порядка 40 картин Николая Рериха представлены в Уральском музее. Это копии полотен знаменитого художника. Все они часть коллекции жительницы города Валентины Ижек. Она предложила оформить экспозицию. Хранители истории поддержали эту инициативу. И даже название придумали. Восхождение. Эти картины у меня висят дома. Поэтому хочется поделиться с уральцами с этой же красотой. Потому что я их очень люблю, эти картины. И хочу, чтобы побольше людей прикоснулись к свету. Потому что энергия от них идет очень хорошая, светлая. Первые дни работы выставки поддержать идею Валентины собрались поклонники Рериха. Основная тема творчества этого мастера – древнерусские, восточные традиции, красота живой природы. Стиль в основном реализм и символизм. Он уделял большое внимание цвету. Практиковал эксперименты с составом красок. Использовал метод накладывания одного тона на другой. Оригинальность его работы отмечали многие критики. Наталья Орлова, жительница Урая, бывала в местах, запечатленных на полотнах. Видела вживую их. И отмечает, что картины напоминают ей эти приятные моменты. То восхищение, которое я получила от созерцания тех мест, которые запечатлевал Николай Рерих, оно вообще незабываемо. Она внутри всегда находится и раскрываема вот так вот из-за любви ко всем. Первые посетители впечатлили творчеством мастера. Отметили, что у каждого произведения есть своя энергетика, вдохновляющая делать добрые дела и путешествовать по тем местам, что написано художником. Потому что действительно мощный свет идёт от этих картин. И я очень люблю Рериха и хочу, чтобы все познали эти знания, все знания почувствовали и все узнали про них. Я очень люблю самого художника и жену его. Очень уважаю. Рерих – это любовь. Я, конечно, репродукция имеется. Я, конечно, маловато знаю. Я пришла послушать и посмотреть картины. У меня есть, но их мало. Познакомиться с творчеством художника, увидеть копии его самых популярных картин можно в течение всего лета 2024-го. Экспозиция будет представлена в выставочном зале местного музея несколько месяцев. Выставка продолжит свою работу до конца августа. Так что у всех жителей Урая будет возможность посетить выставочный зал. Елена Шемшаева, Александр Русков. События.